Добрый день! Мы с вами продолжаем наше интенсивное повторение геометрического цикла задач. Так, в прошлый раз мы с вами что рассмотрели? Мы с вами рассматривали тему многоугольники и на самом деле в рамках той темы мы рассматривали и разбирали не самые тривиальные задачи, но тем не менее, тем не менее для их решения нам достаточно было знания определенного набора геометрических определений теорем, ну плюс там еще некоторые дополнительные геометрические построения, дополнительные геометрические построения, как раз таки нам позволяли те задачи решить. Сегодня я бы с вами хотел рассмотреть, наверное, ну на мой взгляд, по крайней мере, более интересную, более красивую тему, а именно оптимизационная геометрия, ну либо по-другому геометрические задачи на экстремном. Итак, что из себя представляют задачи данной темы? Какая у них постановка и как их решать? Ну, прежде чем мы это разберем, давайте вспомним, что из себя представляют задачи на нахождение экстремом как таковые. Итак, у нас есть некоторое допустимое множество значений x, допустимое множество x, такс, и у нас дана целевая, и на этом множестве определена целевая функция f, да, она определена на x и принимает какие-то вещественные значения. Так, хорошо, и в чем заключается задача оптимизации? Задача оптимизации заключается в нахождении такого x, x малого из x большого, при котором наша целевая функция достигает некоторого экстремального размещения. Но в зависимости от постановки, в качестве экстремного может быть как минимум, так на самом деле и максимум. Да, вот такая вот простая постановочка. Так что, если мы рассматриваем ее в рамках именно геометрического цикла задачи, но тогда в качестве функции f от x может быть, например, длина отрезка, может быть, ну там найти минимальную, максимальную длину отрезка при заданных условиях. Длина отрезка, точно так же периметр какой-то геометрической фигуры, площадь какой-то геометрической фигуры и так далее, на самом деле. И в качестве f может быть выражение, представление любой характеристики некоторого геометрического объекта, который выражается в виде некоторого вещественного числа. Хорошо, как решать задачи данного типа? Ну, первое, что приходит в голову, это, конечно же, производная. То есть, найдем все такие точки, в которых производная нашей функции f равняется нулю. Эти точки будут как раз-таки либо экстремальными точками, либо точками перегиба. Для того, чтобы узнать их характер, нам нужно будет исследовать производные более высоких порядков. Ну, в принципе, это достаточно распространенный, общеупотребимый и достаточно простой метод. Так, простой, по крайней мере, до тех пор, пока у нас получается функция одной переменной, когда у нас уже получается функция двух, трех и большего числа переменных, то, возможно, существуют методы, особенно в рамках некоторых конкретных постановок, особенно в рамках постановок геометрических задач, существуют методы, которые позволили бы нам решить данную задачу значительно проще. Ну, конкретные методы я предлагаю рассмотреть уже в дальнейшем на примерах. И первая задача, которую мы с вами рассмотрим, выглядит на самом деле достаточно просто, но она просто и является, некоторые из вас, возможно, ее даже решали, потому что она, ну, вообще говоря, является классической задачей по данной теме, по данной постановке. Хорошо, что у нас есть? У нас есть некоторая прямая L и точки A и B, которые лежат по одну сторону от нее. Вот, например, у нас есть точка A и точка B, и обе эти точки лежат по одну сторону от прямой L. Необходимо найти такую точку M, давайте я что-нибудь пока что обозначу, например, здесь. Необходимо найти такую точку M на нашей прямой L, при котором бы сумма длин отрезков A, M и B достигала бы минимума. Итак, еще раз, нам дана прямая L и положение точек A и B относительно нее нам тоже известно. Нам необходимо определить точку M на прямой L, при котором, соответственно, сумма длин А, M и B, M была бы минимальной. Как это сделать? Ну, на самом деле, достаточно просто. Давайте пока что отметим, что мы имеем на данный момент. На данный момент, соответственно, наши отрезочки выглядят как-то так. Как они будут выглядеть после некоторых преобразований, мы сейчас увидим. Давайте симметрично отразим нашу точку B относительно прямой L. Что мы получим тогда? Итак, в чем заключается симметричное отражение? Проводим перпендикуляр из B к L. Так, вот, в основании этого перпендикуляра, например, точка H. И из H восстанавливаем перпендикуляр уже по другую сторону от L, той же длины, что и BH. Так, это у нас будет, например, уже точка B'. Хорошо. Заметим, что поскольку у нас Mb равняется, ну, поскольку у нас точка B' симметрична относительно B, то отрезок Mb' у нас будет симметричен относительно прямой L отрезку Mb. Следовательно, Mb' будет равен Mb. Но по-другому это доказывается, легко доказать, например, с помощью равенства треугольников. Ну, действительно, вот эти стороны у нас равны. К определению углы равны прямоугольные треугольнички. И вот у нас еще один общий катет. Этот треугольник у нас равен этому треугольнику. Mb' у нас равен Mb' H. Следовательно, Mb' у нас равен Mb'. Так, ну, давайте мы это уже запишем. Mb' АМ плюс Mb' у нас будет равен чему? У нас будет равен АМ плюс Mb'. Так, ну, давайте посмотрим. Может быть, мы сможем определить какое-то ограничение для суммы длин вот этих отрезков. Ну, конечно же, сможем. Неравенство треугольника. Это достаточно простое свойство, которое мы все с вами уже несколько раз использовали при, ну, еще в прошлой теме, когда рассматривали задачи на многоугольнике. Итак, в чем оно заключается? Оно заключается в том, что сумма двух любых, сумма длин двух любых сторон треугольника больше либо равна сумма другой стороны. Давайте это запишем. АМ плюс Mb' у нас больше либо равно, больше либо равно. Ну, вообще, в неравенстве треугольников там, конечно же, строгое неравенство у нас должно быть. То есть, если у нас, вообще говоря, треугольник, это значит, мы предполагаем, что точка M не лежит на основании, понятное дело. Но здесь у нас такого ограничения нет. Собственно, на самом деле мы к этому еще как раз-таки вернемся. Итак, это у нас будет больше либо равно, чем AB4. И что мы можем тогда сказать? Мы можем сказать, когда мы хотим достигнуть минимума вот этой суммы. Поскольку эта сумма эквивалентна вот этой сумме, мы можем тогда, соответственно, проанализировать вот такую задачу и посмотреть, при каких M мы достигаем минимума вот здесь вот. А мы достигаем минимума в том случае, если M у нас будет лежать на отрезочке AB. Ну и поскольку M у нас по условию лежит на прямой L, тогда M у нас есть в точности что? M у нас есть в точности пересечения L и AB' А вот, собственно, в чем. Вот здесь у нас на самом деле должна быть M. Так, давайте я каким-нибудь другим цветом нарисую. Другим цветом, другим цветом. Ага. Так, вот здесь у нас, здесь у нас будет тогда наша замечательная точечка. Вот так будет выглядеть наш отрезок MB. Ну и что мы можем сказать на самом деле еще? Можем сказать, что здесь угол по линиям будет правильным углу отражения. А почему? Сейчас достаточно просто. Вот, вот эти углы у нас какие? Давайте я введу еще пару дополнительных обозначений. Например, A1 и B1. Угол A1MA у меня будет равен углу B1MB, потому что вот эти углы у меня будут вертикальными. A1MA и B'MB1. Так, эти углы у меня вертикальны, соответственно. Далее, и в силу симметрии у меня углы между прямой и отрезками MB' и MB' будут одинаковыми. Но по-другому опять-таки в силу равенства треугольников. То есть вот этот угол у меня будет равен вот этому углу. Ну, собственно, все. Итак, начнем решать следующую задачу. Ну, она немного поинтереснее предыдущей, но, тем не менее, очень на нее похожа. И сейчас мы в этом убедимся. Так, что у нас есть? У нас есть лучи L1, L2. Они выходят из одной точки О. Так, вот у нас лучи L1. И вот у нас лучи L2. Так, и есть точки N и M, которые находятся внутри этого угла. Давайте как-то так их определим. N и M. Найдите на L1 и L2 такие точки А и B. Ну, например, вот здесь на L2 у нас где-то есть точка А. На L2 у нас где-то есть точка B. Такие, что периметр четырехугольника АМНБ достигает своего минимума. Вот такая вот, на самом деле, тоже довольно несложная задачка. Но давайте ее распишем и решим. Первое, на что мы обратим внимание. Собственно, периметр четырехугольника АМНБ. Это у нас будет точностью. Сумма, длина, вот это всех его сторон. Как ни странно. Так, отлично. Мы можем варьировать местоположение точек А и Б. Ну, относительно. А у нас где-то находится на луче L1, В у нас где-то находится на луче L2. Тогда у нас могут изменяться какие-то длины сторон. У нас могут меняться стороны АМ, БН и, конечно же, АБ. МН у нас остается постоянной. То есть, по большому счету, нам нужно определить наши точки АБ таким образом, чтобы минимизировать сумму вот этих трех отрезков. Ну, давайте это сделаем. Так, давайте для этого, что мы произведем? Симметричное отражение. Точки M относительно L1. Так, симметрично отразим точку M относительно L1. И получим какую-нибудь точку, ну, например, АМ-штрих. То же самое сделано с точкой M. Отразили, получили АМ-штрих. Хорошо. Тогда... Тогда в силу симметрии у нас отрезок АМ будет равен отрезку АМ-штрих. Ну, по-другому также доказывается с помощью равенства треугольников каких. Обозначим вот основание нашей высоты, опущенной с точки M воль 2 воль 1. Обозначим H, например, 1. Здесь у нас будет H, например, 2. Тогда треугольник АМ-штрих, H1 у нас будет равен треугольнику АМ-штрих. Ну, и в силу этого, соответственно, АМ у нас равняется чему? У нас равняется АМ-штрих. Так, пока что все достаточно привяльно. Точно так же и здесь у нас будет, соответственно, длина стороны БМ-штрих. Будет равняться чему? Длине стороны БМ-штрих. Ну, давайте перейдем к этим обозначениям. Так, АМ у нас пока что без изменений. АМ у нас теперь АМ-штрих. Так, ММ, вот этот отрезочек. Ну, мы его не трогаем. Мы с ним, собственно, ничего сделать не можем. У нас точки АМ-штрих уже равны. Так, АМ у нас будет БМ-штрих. Хорошо. А рассмотрим сумму длин вот этих трех отрезков. Это у нас сумма длин звеньев ломаной. А сумма длин звеньев ломаной, очевидно, у нас будет не больше длины отрезка, соединяющей концы данной ломаной. То есть у нас будет, точнее, не больше, а не меньше длины вот этого отрезка. Понятное дело. АМ-штрих, М-штрих, М-штрих. Так. Ну и, соответственно, минимального значения сумма длин звеньев ломаной будет достигать только тогда, когда будет равняться длине нашего отрезка М-штрих, М-штрих. А когда она будет равняться длине отрезка М-штрих, М-штрих? Ну, очевидно, когда точки А и Б лежат на этом отрезке. Так. Ну а теперь мы определим следующим образом. Точка А у нас есть в точности пересечения Л и М-штрих, М-штрих. Точка В у нас есть в точности. Так, Л1, А это у нас Л1. А точка А это у нас пересечение Л1 и М-штрих, М-штрих. А В это пересечение Л2 и М-штрих, М-штрих. Но и в этом случае эти точки, давайте я так вот их и возначил, находятся вот здесь, А, Б, мы получаем вот такой вот замечательный четырехугольник, периметр которого будет минимальный по сравнению со всеми остальными четырехугольниками с заданными условиями, которые удовлетворяют заданным условиям. А, собственно, все. Да, это ответ. Единственное, что нам еще желательно было сделать, нам желательно было где-нибудь написать, что М' симметрично, это точка, которая симметрична точке М относительно луча Л1, так, а М' это некоторая точка, которая симметрична точке М относительно луча Л2. Ну, это и так понятно из построения, тем более мы это все с вами проговорили. Да, вот такая вот задача, опять-таки, достаточно простая задача. Возможно, было бы интересно посмотреть что-нибудь посложнее. Например, теорема Фаньяна. Итак, следующая задача, которую мы рассмотрим, это доказать теорему Фаньяна. Так, ну, прежде чем мы приступим к ее решению, наверное, нужно все-таки вспомнить, что из себя теорема Фаньяна представляет. Звучит она следующим образом. Среди всех треугольников, вписанных в конкретный заданный его страугольный треугольник, у нас найдется один такой, который обладает наименьшим переметом. Этим треугольником будет орто-треугольник. Что такое орто-треугольник? Это такой треугольник, вершинами которого являются основания высот основного треугольника. Ну, то есть, смотрите, вот у нас есть некоторый треугольничек АВС. Ну, пусть так. И вот остроугольник треугольника АВС, и вот основание его высот. Например, ну, ладно, например, здесь у нас будет А1, здесь у нас будет С1, и здесь у нас будет Б1. Хорошо. Так, и вот этот треугольничек у нас построен по основанию высот будет являться орто-треугольником. И нам нужно доказать, что именно этот треугольник обладает наименьшим периметром среди всех возможных треугольников, которые вписаны в нашу треугольную АВС. Так, ну, как мы будем решать эту задачу? Ну, на самом деле, достаточно просто. Так, давайте нарисуем какой-нибудь произвольный не орто-треугольник, а какой-то произвольный вписанный треугольник в наш основной треугольник АВС. Ну, и начнем уже отталкиваться от него. Так, вот, например, наш треугольничек АВС. Он у меня треугольный, поэтому нас это не устраивает. Так, так, и так. АВС. Так, и что мы здесь делаем? Ну, выберем какие-нибудь точки на сторонах данного треугольника. Например, так, напротив вершины С у нас будет С1, напротив вершины В на стороне С у нас будет, соответственно, В1. Давайте такие обозначения использовать и здесь. У нас будет какая-то точка, неважно, например, где-то здесь, А1. И нам нужно выбрать эти точки таким образом на сторонах этого треугольника. Ну да, давайте поставим задачу таким образом. Нам нужно выбрать точки на сторонах треугольника АВС так, чтобы периметр А1В1С1 был наименьшим. Так, ну, давайте начнем решать эту задачку. Она, на самом деле, решается очень просто. Примерно точно так же, как мы решали прошлую задачу. Только в прошлых задачах у нас было две фиксировки. Итак, продолжаем. Ну, как я уже сказал, задача очень похожа на предыдущую. Да, ну, в предыдущей задаче у нас было фиксировано две точки ММ и, соответственно, еще координаты двух точек мы варьировали по нашим лучам. Здесь у нас все есть три точки и они никак не зафиксированы. Поэтому, чтобы облегчить наше дальнейшее продвижение, что мы делаем? Мы искусственно зафиксируем пока что одну из этих точек. Например, точку А1. И посмотрим, как это повлияет на наш ход рассуждений. Отлично. Так, мы зафиксировали точку А1. И теперь давайте рассуждать. Нам нужно, чтобы, соответственно, периметр треугольника А1В1С1 был минимальным. Периметр треугольника А1В1С1 у нас равен чему? У нас равен А1В1 плюс В1С1 плюс А1С1. Так, хорошо. Теперь, соответственно, прибегем к тому, к чему мы прибегали в прошлый раз. К симметричному отражению наших точек. Симметрично отразим точку А1 через АС. И получим новую точку здесь. Это будет А2. Ой. Симметрично отразим. Так. И точно так же здесь. Симметрично отразим нашу точку А1 через АВ. И получим новую точку, например, А3. Хорошо. Ну, например. Например, как-то так. Заметим. Заметим следующее. Так. Теперь у нас, ну, в силу симметрии А1В1 будет равно А2В1. А А3С1 будет равно, соответственно, С1А1. Так. Давайте мы это все аккуратненько распишем. То есть это у нас будет что? Это у нас будет А2В1. Плюс В1С1. Плюс В1С1. Плюс В1С1. Плюс В1С1. Плюс В1С1. А3. Отличненько. Так. А это у нас что? Это у нас сумма длин звеньев ломаной. Так. И она у нас будет больше либо равна, чем что? Чем, соответственно, отрезок соединяющий концы этой ломаны. А2А3. И равна только в том случае, когда, соответственно, наши точки В1С1 лежат где? Лежат на этом отрезке. То есть В1 у нас на самом деле должна находиться где-то здесь. Тогда переобозначим. Так. Да. В1. Ну, давайте. Так. Какие мои обозначения ведем? Ну, ладно. Вот наша точка будущая под В1. И вот наша точка под С1. Это мы тогда пока что обозначим штрихами. Так. Это В1С1. То есть В1 мы тогда с вами должны определить как пересечение АС. И ААА2А3. Так. АС1 мы с вами определяем как пересечение чего и чего. Как пересечение АВ и, соответственно, АВА3. АВА3. Ну, с этими точками вроде бы разобрались. А как разобраться с точкой А1? Так. Ну, давайте посмотрим на что. Давайте посмотрим на угол, образованный вот этими новыми точками и вершиной нашего треугольника А. На вот этот замечательный угол. Каким он будет? Ну, заметим, что вот эти треугольнички. Так. Тут уже очень много обозначений. Я буду рисовать, наверное, другим светом. Что? Отрезок АА1 у нас равен отрезку АА2 в силующей метке. Ну, и вот эти треугольники у нас на самом деле равны. Какие? АА1. Ну, здесь, например, H1 и АА2H1. А также у нас есть еще два равных треугольника. Это АА1H2 и АА3H2. То есть, да, вот эти треугольнички у нас равны. Ну, давайте мы это распишем. Так. Треугольник. Возвращаемся. Так. Треугольник АА2H1 у нас равен треугольнику какому? АА1H1. Треугольник АА3H2 у нас равен треугольнику АА1H2. Так. Хорошо. А что из этого следует? Из этого следует, что вот этот угол равен вот этому углу. То есть, давайте вот это подводим рассуждение. угол АА3, так, ААВ равен углу БАА1. БАА1. А что из этого следует? Из этого следует, что угол АА1АС равен углу САА2. АА2АА3. АА2АА3. Равен чему? Равен сумме вот этого угла. Вот этого угла. Ну, давайте выращим через угол А, через угол САВ. это у нас будет угол АА2АС плюс угол САВ плюс угол БАА3. БАА3. Так. Эти два сумма этих двух углов у нас равняется сумме. Соответственно, вот этих углов равняется в точности САВ. И мы получаем 2САВ. АА1. Отлично. Вот эти углы у нас равны. Сумма вот этих трех углов у нас соответственно равняется удвоенному углу А в нашем начальном треугольнике САВ. Так. Это мы с вами показали. Так. Что мы еще с вами показали? Мы с вами показали, что АА1 у нас равняется АА2. Ну, всего симметрии опять-таки. И по той же самой причине АА1 у нас равняется АА3. То есть, вообще говоря, вот эти две стороны у нас равны. То есть, этот треугольник у нас равнобедренный. Что мы знаем? Итак. Что мы знаем про этот треугольник? У него две боковые стороны. Ну, да. Он равнобедренный. И его угол при... Угол данного треугольника при вершине равен чему? Равен углу 2А. И вне зависимости от того, как мы выберем, где на отрезке САВ мы выберем нашу точку АА1. У нас в любом случае здесь будет получаться... Ну, да. У нас, понятное дело, будет варьироваться периметр данного треугольника. Потому что будут изменяться что? Будут изменяться вот эти боковые стороны прямоугольника. Они у нас всегда будут равны стороны АА1. А в зависимости от того, как мы выберем точку АА1, у нас, соответственно, длины эти будут разными. Так. И спрашивается. В каком случае? Ну, да. Нет. Прежде чем мы поставим вопрос, что мы еще отметим. Да. Мы уже сказали, что все треугольники у нас будут подобными. По большому счету. Ну, все треугольники А2, АА3. Вне зависимости от выбора точки АА1. Ну, потому что они равнобедренные. И угол равен... И угол напротив основания равен, соответственно, чему? Равен 2. Хм. Ксерванная величина. Так. Хорошо. Тогда, если мы заинтересованы в минимизации... Минимизации... Минимизации площади... Площади... Минимизации периметра данного треугольника. Нам нужно подобрать... Да. Нам нужно выбрать АА1 таким образом. Так. Чтобы... Да. Чтобы, соответственно, вот эти длины боковых сторон. У нас сумма длин боковых сторон была минимальная. Поскольку боковые стороны у нас равны АА1, нам достаточно выбрать точку АА1. Так. Мы знаем, что, соответственно, АА1 у нас будет минимальной из всех возможных. Если это будет что? Если это будет высота. Вот мы с вами, собственно, и получили. Мы получили то, что хотели с вами доказать. Так. Если... Еще раз. Возможно, вы потеряли нить рассуждений. Если... АА... Давайте обозначим. Треугольник. А2А3. Так. Периметр этого треугольничка. А3. У нас равен А2А. Тарам-тарам-тарам. АА3. Плюс АА2А3. Плюс АА2А3. Ага. Так. Угу. Далее. Вот эта сторона. АА2А3. 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 У нас равняется к чему? У нас равняется, соответственно, нашему периметру, который мы минимизируем. Ну, АА2А3 это периметр треугольника... Да. Давайте обозначим АА2А3. Это в точности периметр треугольника какого? АА1В1С1. Как раз таки в доставлении минимума, для которого мы заинтересованы. Так. Далее. Мы показали, что вот этот треугольник является равнобедренным вне зависимости от выбора точки АА1. И... Да. И, соответственно, боковая сторона этого треугольника равняется вот в длине вот этого отрезка АА1. АА1 у нас будет минимальным в том случае, если это высота. Понятное дело, расстояние от точки до прямой, в главном случае от точки до отрезка, это будет в точности перпендикулярно. Так. И если у нас расстояние будет минимальное, то периметр вот этого треугольничка у нас тоже будет минимальным. Но, следовательно, вот этого, вот это основание треугольника нашего равнобедренного, тоже достигнет своей минимальной величины. Ну, собственно, это уже практический ответ. Еще не ответ. Мы показали, что АА1 у нас должно быть высотой. Теперь нам точно так же нужно показать, что ЦС1 должно быть высотой, ВВ1 должно быть высотой. Ну, и, собственно, после этого тогда точно у нас задача будет решена. Как мы это покажем? Точно так же. Мы фиксируем точку теперь В1 и рассматриваем что? Да, рассматриваем, да, фиксируем точку В1, потом, соответственно, отражаем ее от сторон ВС, ВА и рассматриваем уже новые ломаны. У нас будет получаться что-то типа В2, А1, С1, В3. Потом точно так же фиксируем точку С1 и каждый раз мы получаем что? По аналогии проводят те же самые рассуждения. Получаем, что в первом случае у нас ВВ1 должно быть высотой, а во втором случае, точнее, во втором случае ВВ1, в первом случае вот оно. Во втором случае ВВ1 должно быть высотой, а в третьем случае СС должно быть высотой. Ну вот, собственно, и таким образом мы получим ответ. Поскольку А1, В1, С1 являются основанием высот данного остроугольного треугольника, то А1, В1, С1 являются каким? Являются ортотреугольником. Ну, вот такая вот, на самом деле, достаточно простая задача, но простая опять-таки, если знать, как ее решать. Да, то есть никаких вроде бы специфических. Пока что, единственное, что мы пользуемся, это, соответственно, правило треугольника и расширенное неравенство треугольника и расширенное неравенство треугольника для многоугольников, ну, либо для произвольной ломаной. Бывают, конечно, задачки поинтересны. Итак, давайте решим вот такую замечательную задачу. Дан эллипс. Он определен двумя фокусами, R1 и R2. К эллипсу проведена касательная. Необходимо найти на этой касательной такую точку, чтобы сумма двинотресков R1 и R2 была минимальной. Вот такая, на самом деле, достаточно несложная задача, я бы сказал. Но, да, нужно прежде всего определиться, наверное, с некоторыми теоретическими аспектами. Так, наверное, уже на этом этапе у некоторых из вас могли возникнуть вопросы, что такое фокус эллипса. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего ответить на вопрос, что такое, что вообще из себя представляет эллипс. Эллипс – это некоторое геометрическое место точек, которое додоставляет определенным условием. Но одно из определений вы точно знаете. Например, вот этот, вот этот прям 100%. Пусть A у нас будет некоторый коризонтальный радиус, B у нас, соответственно, вертикальный радиус. Так, и точка X нулевое, Y нулевое – это центр эллипса. Тогда… Тогда… Диаметрическое место точек X, Y, являющее еще данным эллипса, можно описать, например, вот таким вот образом. Оно должно удовлетворять вот этому условию. Так, это определение наверняка всем знакомо. Теперь давайте рассмотрим определение через фокусы. Итак, эллипс можно также определить, как некоторое геометрическое место точек, удовлетворяющееся этому следующему условию. Пусть F1 и F2 – это фокусы эллипса, тогда расстояние от любой точки эллипса, сумма расстояний от любой точки эллипса до вот этих фокусов является константой. То есть, мы, вне зависимости от того, какую точку мы на этом эллипсе возьмем, вот здесь, например, в частности, мы взяли какую-то там точку, неважно, например, F1T плюс F2T у нас будет константой, если F2T – это произвольная точка на эллипсе. Как-то так. Ну, пока что, я думаю, все более-менее понятно, все предельно понятно. мы вводим самые базовые, самые простые определения, точнее, даже повторяем их. А давайте теперь, собственно, решим конкретную задачу. Итак, у нас есть эллипс. Давайте использовать вот эту картинку. У нас есть эллипс. Так, и проведена касательная к этому эллипсу, ну, например, как-нибудь вот таким вот образом. Ну, вот будет наша точка касания, касательная эллипс. Необходимо найти на этой касательной такую точку, такую точку эллипс, чтобы сумма расстояний, чтобы сумма расстояний от F1 до M и от F2 до M была бы минимальной. Как мы ее будем искать? Ну, на самом деле, достаточно просто. Прежде всего, прежде всего, да, давайте обратим внимание на следующее замечательное свойство, которое как раз-таки можно доказать вот в конкретной постановке. углы между отрезками, проведенными от фокусов эллипса до точки касания, ну, точки касания производной касательной к эллипсу, у нас совпадают. то есть, у нас вот этот угол должен равняться вот этому углу. Так, ну и на самом деле, после того, как мы свойства с вами докажем, мы с вами докажем, что вот эта точка, как раз-таки точка касания нашей касательной к эллипсу, и является той самой точкой M, которую мы ищем. Почему? Ну, опять-таки, исходя из той задачи, которую мы рассматривали в самой первой на текущем уроке. Вы помните, у нас там были две точки по одну сторону от кривой, от прямой, и мы доказали, что сумма, что сумма длин от этих точек до произвольной точки на прямой минимально в том случае, если, соответственно, эту точку мы выбираем так, чтобы угол падения равнялся углу отражения. Ну, и если в этом случае мы точно так же докажем, что вот этот угол падения равен углу отражения, тогда мы как раз-таки с вами и докажем, что вот эта точка является исконной точкой, точкой касания. Так, как мы будем решать эту задачку? Ну, наверное, достаточно просто. Давайте пока что возьмем в качестве произвольную точку на нашей касательной и обозначим точки пересечения F1M и F2M с нашим эллипсом каким-нибудь таким образом. Например, это будет у нас точка К, а вот это у нас будет точка М. Заметим, что... Ну, а теперь проведем вот такую последовательность осуждений. F1M плюс F2M у нас будет равно чему? F1K плюс KM плюс F2M плюс MM. TX. Давайте обратим внимание на сумму длин вот этих вот отрезков. КМ и MM. Да, по правилу треугольника сумма длин вот этих вот отрезков больше либо равна, чем длина вот этого отрезочка КМ. Больше либо равна. Ну, поэтому мы что сделаем? Вот это перепишем без изменений. F1K плюс F2K. КМ плюс NM. КМ плюс NM. Да. Заменим на КН. Хорошо. Так. Давайте посмотрим, что еще мы можем убрать. Ну, например, мы можем посмотреть на треугольник F1KN. Сумма длин F1K и KN у нас больше либо равна, чем, соответственно, длина отрезка F1N. Отлично. Тогда получаем это больше либо равно, чем F1N плюс F2N у нас остается без изменений. А что такое F1N плюс F2N? Это в точности наша константа. В точности наша константа. Таким образом, мы показали, что сумма вот этих двух отрезочков, сумма вот этих двух длин F1N и F2N у нас будет больше либо равна, чем наша константа на эллипсе, где константа определяется, как, соответственно, сумма расстояние от фокусов до произвольной точки на эллипсе. Так. А что это значит? Это значит, минимальное значение достигается, вот, вот, этой суммы достигается в том случае, если она равняется константе. А когда она равняется константе? Она равняется константе в том случае. Если, соответственно, вот даже чуть попроще нам получилось решить, если вот точка M лежит на эллипсе. Точка M лежит, по условию задачи, точка M одновременно у нас должна лежать на нашей прямой. Если она вместе с этим лежит на эллипсе, то это точка касания прямой L к нашему эллипсу. Ну вот, собственно, всё. Причём, если M это точка касательная, то из этого как раз таки следует равенство вот этих двух углов. Ну, достаточно простая задачка у нас получилась. Да, нам получил, даже легче мы её доказали, чем я планировал. То есть, дважды использовали, да, дважды здесь использовали неравенство один сторон треугольника и, в принципе, пришли к ответу. Замечательно. В принципе, получилось ещё достаточно просто. Ну, рассмотрим, например, такую задачу. Итак, нам дана равнобедренная трапеция. Известно, что длина наибольшей стороны нашей равнобедренной трапеции равняется 13, а периметр трапеции равен 28. Необходимо найти все её стороны, исходя из того, что площадь этой трапеции равняется 27. Так, ну, первый взгляд непонятно, как эта задача вообще связана с экстремальной диаметрией, с темой нашего сегодняшнего урока. Но давайте немного проверим условиями и, скорее всего, там у нас что-нибудь получится. Итак, длина наибольшей стороны равняется 13. И тут, на самом деле, нужно просмотреть два варианта. Это первый вариант, когда 13 равняется наибольшей. 12 – это длина наибольшего основания. Второй вариант 13 – это длина боковой стороны нашей равнобедренной трапеции. Ну, давайте сразу второй вариант отметём. Он очень легко анализируется. Ну, действительно, предположим, что длина боковой стороны нашей трапеции равняется 13. Тогда сумма длин… Ну, сумма длин даже… Нам даже не обязательно знать сумму длин вот этих двух оснований. Она равняется двоище 28 минус 13 минус 13. Нам нужно знать длину серединной линии. А длина серединной линии – это как раз-таки, да, вот эта сумма, делённая пополам. Длина средней линии у нас равняется одному. И площадь данной трапеции у нас будет, вообще говоря, меньше. Меньше либо равна. Не будем, соответственно, сразу выкидывать случай с прямоугольником. Так, меньше либо равна чему? 13 умножить на… 13 умножить на длину средней линии. 13 умножить на 1. Так. Ну, чему равняется площадь трапеции? Площадь трапеции равняется высоты… Равняется длине высоты, умноженной на длину средней линии. Ну, соответственно, здесь длина высоты от этого основания к этому основанию никак не может превышать, соответственно, 13. Получаем вот такое вот ограничение. То есть площадь у нас в этом случае меньше либо равна 13. Ещё этот вариант нас не устраивает. Рассматриваем второй вариант, когда… Когда наибольшее основание нашей трапеции равняется 13. Отличненько. Ну и давайте этот пример, этот случай аккуратненько проанализируем. Итак, на что мы должны обратить внимание? Ну, прежде всего давайте вводить какие-то неизвестные. Предположим, что боковая сторона у нас равняется иксу. Тогда, соответственно, меньшее основание у нас будет равняться чему? У нас будет равняться 28 минус 13 минус 2х, 15 минус 2х. Тогда опустим высоту. Давайте вводить обозначение a, b, c, d, h. Опустим вот сюда вот высоту. Чему будет равняться b, h? Нам нужно найти a, h. a, h. Это в точности… Так, a, h у нас равняется… Давайте здесь ещё какое-нибудь обозначение введём. Например, h', h' d. Так, и a, h плюс h' d. Это будет точности 13 минус вот длина вот этого верхнего основания. То есть, a, h это будет половина от вот этого выражения. Давайте посчитаем. 13 минус 15 минус 2 плюс 2х минус а минус… Дереть пополам. Это у нас будет точность х минус 1. Прекрасненько. А теперь давайте… Так, h у нас равняется х минус 1. Давайте посчитаем соответственно длину b, h. Ирина Пифагора. Это будет х в квадрат минус что? Минус х минус 1 в квадрате. Это будет корень из 2х минус 1, судя по всему. Ну да, х в квадрате у нас сократится. Итак, аж мы с вами посчитали высоту. Хорошо. Чему тогда равняется площадь? Так, давайте найдем длину средней линии. Длина средней линии. Это у нас будет это плюс это пополам. То есть, 14 минус х. Ну хорошо. Тогда площадь a, b, c, d равняется 14 минус х умножить на, соответственно, нашу замечательную высоту 2х минус 1. Отлично. Как мы будем работать с этим примерчиком? Так. И вот здесь вот на самом деле возникает некоторый нюанс. Я хочу найти максимально, наверное, минимально возможную, минимальную возможную величину для вот нашей площади. Исходя из вот этого выражения. Как я это могу сделать? Я могу это сделать с помощью производной. Я могу иначе это сделать с помощью неравенства средних. И, наверное, второй случай мне подойдет чуточку больше, но потому что он будет чуточку проще. Представим это в виде некоторого среднегиаметрического. Ну, сейчас я это аккуратненько перепишу. Вот такого вида. То есть это у меня будет корень кубический. Ага. Корень кубический. 14. Да. С корнем кубическим очень приятно работать. Так. А как мы тогда избавимся от квадратного корня? Так. Давайте думать. Корень кубический. 14 минус х. Так. В квадрате. умножить на 2х минус 1. Так. У меня 3. Соответственно, 3 множителя под этим корнем. Я хочу это как-нибудь перевести. Ну, ладно. Будет, соответственно, что-то типа этого. Это будет корень квадратный из куба. И вот это все корень кубический. Корень кубический для того, чтобы, ну, для наглядности. Для того, чтобы сравнить среднегиаметрическое и среднеарифметическое. 2х минус 1. Так. И вот это вот. У нас будет меньше. Это равно. Ну, помираем всего средних. Здесь уже спокойненько переносим. Корень квадратный из куба. Так. Среднеарифметическое. Вот этих трех величин. 14 минус х. 14 минус х. И 2х минус 1. Так. Это у нас будет 28 минус 2х. 2х минус 1. 27. 27. Так. Здесь у нас будет кубик делить на 3. Так. 27 делить на 3. Это у нас будет, как ни странно, 9. Корень из 9. Это у нас будет троечка. Троечка в кубе. Это у нас будет что? Это у нас будет 27. Вот мы с вами получили, что наша площадь меньше или поровна 27. Так. А равенство достигается только в каком случае? Ну, все вы помните неравенство средних. Оно достигается только в том случае, если все эти множители равны. Если все эти элементы равны. То есть, в частности, у нас должно 14 минус х равняться 2х минус 1. Давайте это аккуратненько посчитаем. 14 минус х равняться 2х минус 1. В том случае, если у нас будет что? 3х равен 15. Х равен 5. Все. Х равен 5. Тогда АВ у нас равно 5. СД равняется 5. ВС у нас равняется 15 минус 10. Тоже равняется 5. Так. И таким образом мы нашли длины всех сторон нашей трапеции при заданных ограничениях, при заданном условии. Это ответ. Так. Ну, а теперь давайте рассмотрим вот такую задачу. Необходимо из всех треугольников заданного периметра найти такой, у которого радиус вписанной окружности максимален. Итак. Из вообще всех треугольников с заданным периметром необходимо найти один такой, у которого максимально радиус вписанной в его окружности. С одной стороны, наверное, задача окажется вот прям очень сложной. Как это так? Как это мы можем исследовать сразу все треугольники? По какому критерию? А вот сможем по критерию. Например, по критерию их полупериметров. Периметра. Так. Ну, прежде всего, давайте выразим площадь треугольника как-нибудь. Площадь треугольника через полупериметр и радиус вписанной окружности. это будет вот такое вот замечательное выражение. Но и давайте еще вспомним одно выражение площади. Как выражается площадь нашего треугольничка через полупериметр, ну, по полупериметру. Это будет корень квадратный из P, P-A, P-B, P-C. Отлично. Так. То есть, P-R у нас равняется вот это величине. Так. Давайте избавимся от корня. Он нам, в принципе, здесь ни к чему. Так. Можно было бы, конечно, и не избавляться, но... Так. Ну, на самом деле, у нас в дальнейшем вот так будет корней достаточно. В дальнейшем это когда? Это когда я захочу, соответственно, представить вот это произведение в виде некоторого среднегиометрического и сравнить его со среднеарифметическим. Итак, мне нужно найти, когда у меня радиус будет, соответственно, каким? Максимальным. Да. То есть, вот эта величина. Вот эта величина у меня будет меньше либо равна какому-то там выражению, которое я получу, когда представлю это в виде среднегиометрического и сравню с среднеарифметическим. Единственное, наверное, не все четыре множителя. Там мне корень четвертой степени не нужен. Я буду вот только вот эти тримножители... Да. Вот только вот эти тримножители отправлю. То есть, что у меня получится? У меня получится... П, ну, корень кубический из П минус А, П минус В, П минус С. Так, еще это в кубе. Так, а что это у меня здесь под скобочками? Под кубом. А это у меня, как я уже сказал, среднегиометрическое. Сравниваем по неравенству о средних со среднеарифметическим. Это будет меньше либо равна, чем что? Чем П умножить на куб П минус А плюс П минус В плюс П минус С. Да, вот таким вот образом достаточно легко и просто мы избавляемся от произведений. Так, в задачах, где требуется найти экстремальное значение. Так, и здесь у нас куб. Ну, давайте смотрим, что у нас в числителе. В числителе у нас будет 3П минус А минус А плюс В плюс С. А А плюс В плюс С это наш периметр или два полупериметра. То есть, это будет равно П. Так, П на 3 в кубе. То есть, это П в четвертый делить на 27. Ну, собственно, и все. Мы практически решили с вами задачу. Теперь мы получили, что Пи Р квадрат будет меньше либо равен, чем что? Чем П в четвертый делить на 27. А это значит, что Р квадрат, давайте сразу Р, будет меньше либо равен, чем что? Чем П квадрат делить на корень из 27. Так, это у нас будет 3 корни из 3. Ну, собственно, и все. И при этом максимальное значение у нас нашего радиуса будет, достигается когда? То есть, максимальное значение радиуса, максимально возможное, это Пи Квадрат делить на 3 корни из 3. Так, больше быть в любом случае не может, согласно вот этим ограничениям, которые мы получили. Ну, а равенство может достигаться в том случае, если у нас И минус П минус А равняется П минус В равняется П минус С. То есть, А равняется В равняется С. То есть, в том случае, если наш треугольник какой? То есть, если он правильный, тогда радиус будет равняться вот такой вот величине. Это будет максимально возможная величина для радиуса вписанной окружности. В чем мы решили задачу? Очень просто. Ну, и давайте рассмотрим еще что-нибудь, например. А теперь давайте рассмотрим вот такую вот замечательную задачку. Что у нас здесь есть? Так, у нас здесь есть единичная окружность. Единичная окружность. Ну, и теперь давайте разберемся слоями через точку, находящуюся на расстоянии К от центра окружности. Ну, К меньше одного, это значит, наша точка будет внутри окружности. Через точку приводится пара перпендикулярных хорд. Хорошо. Так, К, Л и М, Н, например. Найти наибольшее и наименьшее значение суммы и длин. Да, вот такая вот задачка замечательная с разующим и минимум, и максимум. Ну, и опять может показаться, что эта задача решается достаточно проблематично, но нет. Нет, опять-таки мы решим ее относительно просто. Прежде всего, еще раз, К нам дано, то есть К нам известно. Нам достаточно вырастить наши необходимые искомые значения через К. Ну, и давайте это аккуратненько сделаем. Обратим внимание. Ну, давайте опустим перпендикуляр. Так, с точки О накатывали, что у нас будет, например, точка А. Низ, из точки О, из центра окружности находуемая. Это у нас будет, например, точка Б. Хорошо. Хорошо. Так, ну и, например, угол А. Так, точка А у нас уже есть. Это у нас тогда будет точка Б, это у нас будет точка С. Так, ладно. Давайте сделаем что? Нам нужно какие-нибудь обозначения. Я хочу сейчас вывести сумму длин вот этих двух отрезков через вот этот замечательный отрезок. Отрезок ДНК. Но, да, мне в любом случае потребуется угол. Например, вот этот вот. Пусть А. Это у меня, соответственно, угол АОВ. Ну и давайте попробуем через него все выравить. Что у нас здесь получается? Ну, на самом деле, все достаточно просто. Так, вот эта сторона АВ. Это у меня в точности что? Это у меня будет... Так, это противолежащий катет вот в этом прямоугольном треугольничке АОВ. Тогда, соответственно, это у меня будет синус альфа на К. К синус альфа. Хорошо. Ну и заметим, что АВ у меня равняется ОС. Так, хорошо. Ну а теперь я могу на самом деле выразить ММ. ММ это у меня что? Это у меня 2МС. Ну, поскольку С это основание высоты, опущенной с точки О. Так, О это центр окружности. Следовательно, вот эта высота будет делить ходу на две равные части МС. У меня равняется СМ. Так, ММ равняется 2МС. Хорошо. Так, АМС я найду, хоть Иереми и Пифагора. Вот. Радиус у меня единичка. Это мы только что с вами нашли. И получаем 2МС. Один минус К квадрат на синус альфа квадрат. Ну, синус квадрат Альма. Ага. Так. Хорошо. Нашли. Дальше. 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 Ну, давайте точно так же определимся с вот этой хордой Каэль. Так. Прежде всего мы найдем ОБ. Так. ОБ у нас будет равно чем? Это у нас приближащий катет. Это у нас будет К Кошина с Альфом. Так. Отличненько. Ну, и В это опять-таки основание высоты опущенной из точки О. То есть В делит, соответственно, хорду КЛ пополам. Таким образом, КЛ равняется 2КБ. Так. Ну, а здесь, соответственно, по теории Пифагора. Так. Два. Вот эту точку не забываем. Понятное дело. Один минус К квадрат на хорду К квадрат Альма. Все. Отличненько. Ну, и нам остается найти минимальное-максимальное значение. Вот этой суммы. Что нас не устраивает здесь? Нас не устраивает, что у нас есть две тригонометрические функции. Две различные диагонометрические функции. Одна синус, другая кофе у нас. Надо это как-нибудь свести к одной. Ну, давайте разведем квадрат сумму. И посмотрим, что у нас получится. Так. Ага. Вот. Словие, я думаю, нам уже не потребуется. Мы его запомнили. Так. А вот это мы аккуратненько перепишем. И так. МН у нас равняется чему? 2, 1 минус К квадрат на хорду К квадрат Альма. Так. Кл 2, 1 минус К квадрат на хорду К квадрат Альма. Отлично. Да. Просто сложить первое и второе у нас не очень устраивает из-за того, что вот. Вот здесь у нас синус, вот здесь у нас хорду К квадрат Альма. Делать как-то так. И так. Квадрат суммы. Ну, понятное дело, если квадрат суммы неотрицательных значений достигает минимального значения, то и сумма этих двух значений также достигает минимального значения. Но это точно так же с максимумом. За счет того, что это у нас бины, они у нас неотрицательные. Так. Ну, давайте еще. Так. Это у нас будет 4 минус К квадрат синус квадрат Альма. Плюс 4 минус К квадрат косинус квадрат Альма. Косинус. Так. Плюс. Вот здесь вот прям нехорошо, да? 1 минус К квадрат синус квадрат Альма. Минус К квадрат косинус квадрат Альма. И удвоенная. Так. К в четвертой синус квадрат косинус квадрат Альма. Косинус квадрат Альма. Косинус квадрат Альма. Ну, да. Такое. Такое филе. Не самый удачный пример, череп. Ну, ладно. Посмотрим. По идее тут еще хорошо свернется. Смотрим. Здесь у нас будет 4 плюс 4, 8. К квадрат минус К квадрат вынесем. Получим синус квадрат Альма плюс косинус квадрат Альма. Собственно, единица. Так. Здесь мы получим что? 8, 1 минус. Так. К квадрат вынесем. Здесь у нас получится единичка. А здесь у нас получится... Так. А вот здесь нужно немножечко помозговать. А есть ли другие какие-нибудь варианты? Угу. Других вариантов-то особо-то и нет, судя по всему. Да. Так. Это у нас будет что? Это у нас будет, соответственно, ну, синус Альпа, косинус Альпа. Так. Это у меня будет синус двойного... По синусу двойного угла я сейчас пытаюсь это свернуть. Так. Это тогда получается... Ага. Плюс... Ну, поскольку квадрат К в четвертый на 4, синус двойного угла, синус 2 Альпа и более того еще в квадрате. Да. Хм. Ну, окей. Что поделать. Вот такое вот замечательное у нас выражение получилось. При этом... При этом... Что мы можем сразу же сказать? Да. У нас здесь осталась только одна тригонометрическая функция. Это как раз-таки от общего мы стремились. Ну, и, собственно, все. Мы знаем, что когда вот это выражение... Нам нужно оптимизировать это выражение по Альфа. То есть посмотреть, когда она будет минимальным, когда будет максимальным. Альфа у нас может быть каким? Альфа... Так. Давайте вспомним. Вот здесь у нас была точка А. Так. И вот это мы принимали за Альфа. Так. Вот здесь у нас высота. То есть Альфа не может быть больше 90 градусов. Ну, от нуля до 90 градусов, грубо говоря. То есть, если я заинтересован в минимизации, то я хочу вот это минимизировать. Когда я подставляю вместо Альфа, что я подставляю вместо Альфа ноль? Ну, синус нуля у меня будет равен, чем синус нуля у меня будет М нулю. Ну, либо подставляю вместо Альфа 90, получающее на 180 опять 5 нолек. То есть, при Альфа равном нулю и при Альфа равном 90 градусов у меня получается минимальное значение. Это будет 8 минус k квадрат. Так. Минимум. Минимум. 8 минус k квадрат плюс 8. Так. 1. минус k квадрат. Ну, собственно, все. Так. Это у меня будет минимальное значение. Так. Ну, это, конечно, дело корень из вот этого всего. То есть здесь я брал квадрат. Корень из вот этой величины. Не очень красиво получилось, но тем не менее, да. Так. Это максимальное. Если что, если у меня синус равен единичке. Ну, синус у меня, какая у него область значения? От нуля до единицы. От нуля до единицы. От нуля при этих, при вот этих условиях. Потому что у меня аргумент функции 2 Альфа. Так. Ну и поскольку у меня аргумент функции 2 Альфа, то меня также интересует угол 45 градусов. Именно тогда мы считаем синус и 90. Тогда у нас получается единичка. И тогда у нас получается минимальное значение какое? 8 минус К квадрат плюс 8. 1 минус К квадрат. Ой, максимальное. Так. Делить на Т плюс К в четвертой степени. Делить на вот это величину. И вот корень из вот этой всей величины. В чем этот ответ? Да, тут, понятное дело, можно было бы еще немножко упростить. Возможно бы какие-нибудь корни ушли. Но, в целом, мы с вами корректно решили задачу. Так. Мы с вами завершаем наш курс геометрических задач. Да, на такой достаточно интересной теме. Завершаем вообще нашу ежегодную программу. Но, тем не менее, я думаю, еще в ближайшее время, там, в следующем году, или там, может быть, летом, какие-нибудь дополнительные курсы у нас еще будут. Есть еще много замечательных тем, которые хотелось бы с вами обсудить. Ну, в той же диаметре, например, совершенно не рассматривали в этом году комбинаторную диаметрию. Да, мы рассматривали в прошлом году. Но, так, на самом деле, поверхностно-поверхностно. Так. Ну, это то, что касается диаметрии. Так. В алгебре, вот то, что мы рассмотрели из посреднего. Ну, мы начали рассматривать некоторые элементы Функана и некоторые элементы Матана. Но, опять-таки, опять-таки, очень поверхностно. Хотелось бы дать более углубленное, более углубленное понимание вот этих вещей. Но это будет уже несколько позже. Ну, а пока что все. До встречи. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...